Вот уже 10 лет чемпионаты первенства Свердловской области по кикбоксингу в дисциплине фулл контакт неизменно проходит в Полевском. Данные соревнования должны были состояться недели ранее, но из-за ковидных ограничений их пришлось перенести. Полевская команда на домашнем ринге была, как всегда, самой многочисленной 27 спортсменов. Плюс мы здесь еще и новичков обкатываем, если так можно выразиться, которые проводятся там первый, второй бой. Но это подрастающая смена, поэтому мы пользуемся моментом, что никуда выезжать не надо, здесь, на родной земле, конечно, мы выставляем самую большую команду. В команде полевских кикбоксеров всегда есть опытные наставники и секунданты, которые в любой сложной или непонятной ситуации могут не только подбодрить, но и подсказать. Один из таких опытных и титулованных людей в команде полевчан заслуженный мастер спорта России Алексей Спирин. Алексей, ну я так понимаю, уже полностью на тренерскую работу перешел, а как сейчас в этой ипостасе выступать, привычно, непривычно? Да, привычно, потому что на таких стартах я всегда в роли тренера помогаю Руслану Анатольевичу, готовим бойцов, выводим, секундируем, помогаем, подсказываем. Прислушиваются? Ну, конечно, слушают. Авторитет имеется. Один из главных фаворитов данной соревнований – победитель первенства Европы полевчанин Георгий Морозов. Правда, теперь выступать ему становится труднее, соперники настраиваются на него по-другому. Каждый хочет победить чемпиона Европы. Как мотивацию находить, чтобы на таких соревнованиях выступать? Ну, все то же самое, тренируемся, и мотивация всегда есть. Побеждать дальше и стремиться к следующему. Нет недооценки соперников? Недооценки нет. Мы все все равно можем что-то показать. Мы все тренируемся, все чему-то учимся. Но все же, зная, что есть за плечами, намного легче. В итоге Георгий весьма сенсационно уступил в финале и стал вторым. Представитель Арамиля Сергей Мальшаков в полуфинале победил за явным преимуществом и уверенно шагнул в финал. Ну, наверное, работал больше, попадал больше. У меня не хватало ног, но в последнем раунде я добрал их. Ну и сделал свою работу, как надо. В целом доволен, как бой проходил? Ну да, доволен. Немножко функционалки еще надо. Так все замечательно. Правда, в финале ему тоже немного не побезло, и он завоевал серебро. Три дня проходили соревнования, и если в первые состоялись только жеребьевка и взвешивание, то во второй бойцы уже выходили в ринг и бились в полуфиналах. А в заключительный день проходило самое интересное – финальные бои. У нас хороший шанс. Мы в своей Свердловской области одни из лидеров по кикбоксингу, поэтому шансы хорошие сегодня. Первые поединки показали, что мы готовы хорошо. Ребята сражаются с ребятами, выполняют установку тренера, а значит победа будет за нами. В итоге полевские спортсмены выступили весьма успешно, завоевав 9 золотых медалей, 8 серебряных и 3 бронзовые. А уже в грядущие выходные в Екатеринбурге состоится чемпионат и первенство Уральского федерального округа, на котором будет вестись отбор на чемпионаты первенства России, которые пройдут в свою очередь в апреле в Барнауле. Пожелаем нашим бойцам успешного выступления.